Радио 54 Проекты в сфере образования это достаточно сейчас трендовая история, то есть я буквально летом был на заочном, на отборе в заочный акселератор Free, это федеральный фонд развития интернет-инициатив, то есть который еще и деньги дает помимо того, что обучает. И примерно половина проектов была связана так или иначе с образованием, то есть образование это то, где сейчас есть деньги и как Вячеслав правильно заметил на финале, образование, особенно детское образование, это то, что в принципе не проседает даже в кризис. Вот за эти две недели проекты обычно упаковываются до такого состояния, что они уже готовы выходить наружу в виде готового проекта, который либо готов уже привлекать инвестиции, либо понимают уже четко свою дорожную карту, как им дойти до первых продаж и не привлекая сторонних денег дальше развиваться, либо бывает такое, что человек приходит с идеей, которая ему кажется правильной. То есть которую он раньше даже никак не продвигал, это только идея. Да, идея. И зачастую случается так, что ему в процессе работы показывают, не только объясняют, но и показывают, что идея несостоятельна, и он выбирает другую гипотезу, потому что стартапы это постоянное тестирование гипотез. Чем больше и быстрее ты тестируешь гипотезы, тем быстрее ты доберешься до денег, потому что действительно 90% гипотез, они ошибочные. Уже с 70-х годов была придумана идея о том, что нужно как-то визуализировать процесс обучения программирования. Мы уже не говорим о том, что программирование, оно необходимо уже сегодня, а завтра тем более всем будет, компьютеры среди нас. И этот процесс нужно делать как-то максимально оторванным от компьютера, потому что для наших детей сейчас весь мир, он весь в гаджетах, компьютерах, и очень много уже негативной статистики из-за этого. И, собственно, вот этот продукт родился из нашего опыта с робототехникой, способ обучения. Сейчас есть программы, которые позволяют обучать маленьких детей основам программирования с помощью таких виртуальных персонажей. Это роботы какие-то там, машинки, собачки, черепашка. Да, совершенно верно, в компьютере, да. И самое простое – это визуализировать этот процесс, чтобы не просто мы какие-то строчки писали код, а чтобы это вот персонаж некий был, он там перемещался. Все это весело, прекрасно, но в компьютере. А мы сделали продукт, который в реальности. Во-первых, это можно потрогать. Во-вторых, это не... Даже погрызть можно. У нас пока еще не сложился качественный институт инвестирования, то есть когда стартапу не просто дают деньги, да, а помогают ему куда-то продвинуться. Потому что стартапу зачастую деньги на начальном этапе не нужны, ему нужны клиенты. Потому что если машинка эффективно не работает, если ее залить деньгами, они просто сгорят, и она никуда не поедет. То есть нужно много чего помимо денег. И вот таких инвесторов, которые знают, как вкладывать в компании на ранних стадиях и не ждут, что там будет X5 через год, а готовы помогать и команде. То есть они видят этот X5, да, то есть они понимают, что если применить определенные технологии, то проект может дойти до... Да, вопрос в том, умеют ли они применять такие технологии, потому что это все-таки как бы не ларек, словно говоря, открыть это сложное. На IT-секцию приходило по меньшей мере 4 инвестора. На приборостроение был один инвестор, который в том числе участвовал в финальном отборе, оценивают стартапы. И на самом деле вот такой формат, скажем так, даже двухнедельного интенсива позволяет инвесторам сделать еще одну очень важную штуку. Обычно как происходит? Пришел, так называемая питч-сессия, то есть проект рассказывает про себя и эксперт принимает решение. В формате, когда это пролонгировано по времени, он может не только посмотреть на проект, но и понять, как проект меняется со временем. Это тоже очень важный индикатор. То есть если ты пришел на старте с этим проектом, поработал над ним интенсивно 2 недели и у тебя ничего не поменялось, это определенный показатель. То есть они смотрят, как увеличивается глубина проработки, как меняется сознание команды, осознание своего продукта, своего проекта, своих клиентов. То есть вот это очень важно, поэтому очень многие те, кто отбирают проекты или команды, они делают там как минимум 2 касания, где-то в начале и ближе к концу, для того, чтобы посмотреть изменения. Здесь даже вопрос не в патентовании. У нас сейчас процесс этот идет, но здесь самая главная проблема, что никому идея сама по себе не нужна. То есть в очень редких случаях даже на Западе, где все эти институты развиты, это можно украсить, что-то из этого построить. Ну а в наших случаях, как правило, идеи настолько слабые, что здесь нужно прокачивать людей. То есть в первую очередь нужно идти, открываться. И, кстати говоря, вот эти 2 недели показали, что чем более открытая команда, тем больше она потом успокоится. И, кстати, вопрос, орг-вопрос, что называется. Как вы оцениваете сейчас скилл вашей команды? Ну как... В начале выросли, да? Мы буквально себе после Астарта еще полтора дня дали просто ходить, гулять и обдумывать, потому что нельзя было заниматься... То есть прокачка такая очень сильная? Конечно, конечно, безусловно. У нас третий наш... Мы вдвоем участвовали в проекте, и третий наш компаньон, который вместе работает, отказался даже выдохнуть и недельку походить, поработать, потом будем общаться. А вы знаете это все, да? Вы говорите, как наркоманы какие-то пришли оттуда. Ну это нормально. Ну да, да, да. То есть, а вы хотели еще сразу все вывали человеку, короче, одушевлением. То есть, на самом деле, ну, наверное, 80% информации, которая была, она где-то когда-то была известна, но это все структурируется в определенной последовательности, мы уже получаем некоторый вектор движения. И очень важно, что на таких мероприятиях есть люди, менторы, которые... Здесь даже вопрос не в инвесторе, который денег даст. Деньги нужно заработать. А вот человека, который будет подсказывать по ходу дела, куда двигаться, что вот здесь вы не совсем правильные ребята. Некий наставник. Совершенно верно, наставники, да, кураторы. Твой дом. Твоя область. Новосибирск. 106,2 FM.